здравствуйте друзья меня по-прежнему зовут александра постного я конечно же очень рада приветствовать вас на канале закоренела цветочник вы в прямом эфире проголосовали за видео про огород значит этому видео быть я наверное три или максимум четыре ролика сниму за сезон и покажу собственно чем я занимаюсь ну сад я показывать не буду потому что от не моя любимая тема но тем не менее сегодня мы снимаем 15 мая мы начали снимать ролики там остаточный нарцисс у меня цветет нарциссы я очень люблю это одни из моих любимых цветов и они у меня разбросаны по всему саду по всему огороду участку здесь у меня приходит а камине полосочка клумбы аквилегии будут цвести летом мне моя любимая свекровь выпала все аквилегии они вот частично тут оклемываются гиацинты все луковичные у меня это отсветшие луковичные который привожен 8 марта и все что отцветает попадает ко мне в сад у меня есть безвременнички вот здесь тюльпанчики с прошлого 8 марта вот им на первый или второй год за прошлого наверно с позапрошлого 8 марта я подруги сказал что меня тюльпаны не цветут как выяснилось наврала тюльпаны у меня цветут при входе в мой прекрасный участок такие сумахи мы продаем по-прежнему на вид они у нас по 1000 рублей еще люди просят их сфотографировать со всех сторон это конечно смешно потому что сумах вот такого размера и где-то примерно вот такой вот толщины стоит полторы тысячи рублей в садовых центрах у нас мы вот такие вот дерева продаем по тысячи потому что они растут как сорняки вот там вот видно возможно целая роща у нас из сумахов вот чтобы нас было где жить мы их немножечко приторговываем ими пиончики вот здесь у меня цвели здесь крокусы начинается у меня цветение с крокусов сейчас они уже цели потом подключаются мускари гиацинты подснежники ландыши ландыши пока свернуты в трубочку вот видите они набирают бутончики мету целая поляна ландышей будет что еще интересно вот мускари у меня есть белый есть синий все это остатки былой роскоши также крапива конечно же куда же без крапива мы без нее никуда тюльпаном очень много лет это еще наверно уже наверное лет по 15 вот так они у меня цветут здесь у меня ирисы ну а здесь у меня много чего вот с этой стороны но все это поросло с нытью цветной который маме очень понравилось и поэтому а полоть времени у меня нет поэтому это все печально я что-то тут выпалываю вот это примула лет наверное 7 или 8 назад видите вот целая поляна она цвела очень обильно тоже был маленький задрипанный кустик из магазина забраны тут мне не забудочки цветут гехеры я очень люблю высаживаю и вот нарциссы как я говорила не по всему участку и соответственно уже половина цвела так ну что пойдемте смотреть огород сейчас у нас новая грядка делается потому что предыдущую сожрали муравьи и начали возводить вот этот холмик это будущая грядка значит расскажу немножечко историю грядок я очень люблю комфорт и мой муж сделал для меня вот такие высокие грядки сейчас я вам скажу примерно высота у них 90 сантиметров такой дизайнерский был проект в этом году мы пересыпали землю то есть все нам грядки вытащили землю насыпали новую мы покупали нам с этой стороны надо снимать чтобы солнца не было в этом году мы насыпали сюда чернозем который хватит лет на 10 что я делала в этом году я пересаживала лук этот у меня многолетний лук который мне написали что есть его нельзя он декоративно это очень смешно видите вот так вот ухожу выстригаю только не надо мне писать что делать нельзя я это делаю на протяжении уже больше чем 10 лет то есть я его выстригаю ем и он обрастает заново ну и соответственно пытаюсь состригать в первую очередь те вот части которые начинают зацветать то есть вот прям срезаю и они дают новые 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 победе у меня сидели двумя кучками в этом году их садила в одну пересадила свою клубнику которая как раз у меня была на разобранной грядке и пересадила чеснок чеснок я сажаю под зиму соответственно да вот то что там с бутончиками это новая несколько кустиков купила были заморозки вроде бы все выжило чеснок я сажаю в конце октября ну вот его тоже я пересаживала весь он прижился хорошо себя чувствует мне больше чеснока не нужно вот этим вот количеством чеснока я себя обеспечиваю на год там вырастает какой почему-то у меня не знаю как так работает с одного зубчика вырастает по три-четыре мой прекрасный оператор занервничал что нет звука мы прервались и так из одного зубчика вырастает почему-то меня несколько головок и мне как картошка чеснок растет не знаю как это работает посмотрим что будет клубника в этом году я как жадный товарищ насажал там каких-то малипусик ну я чувствую что буду их менять сейчас вам покажу что у меня припасено остатки я не всю клубнику пересадила вот это то что осталось того года мы пока вот это вот так все выкинули но я вот отберу такие хорошенькие кустики потом попересажу посмотрю надеюсь будет в этом году но я вижу вот как минимум раз два вот хорошие три короче кто выживет тот пойдет на грядку ну и соответственно я все посеяла в этом году очень рано и так обрадовалась что у нас ранний теплый апрель и числа 20 апреля я все посеяла и начались заморозки начал падать снег холод вот базилик который я посадила на улице видите он не выжил несмотря на то что я его укрывала здесь у меня посеяны салатики разные это то что я люблю вот ведь они уже начали сходить несмотря на холод вот это я так подозреваю меня редиска взошла я сажаю салаты редиску зелень кинзу посеяла в этом году да но это явно редиска остальное пока еще непонятно что короче посмотрим через пару недель что у меня тут зайдет но посевы есть земля хорошая такая прям вот эти как я люблю как сливочное масло и на хлеб можно мазать пойдемте посмотрим вот там еще там у меня компостная кучина которая сажаю кабачки и тыквы но они замерзли несмотря на укрытие буду брать новую рассаду и сажать заново вот здесь вот но это понятно что сорняк вырос вот это у меня пробивается это понимаю горошек и здесь должна быть еще где-то морковка вот на этом куске должна быть морковка но она пока не взошла и свекла тоже пока не зашла посмотрим ну и конечно же есть прекрасная теплица теплица у меня где-то два метра на 6 я высадила рассаду что я здесь сажаю да я сейчас открою дверь сегодня жарко можно открыть не только форточку но и целиком сейчас мы все это дело прикрутим значит тот базилик который я высадила в парник он весь выжил здесь у меня 4 вида помидоров если я не ошибаюсь или 5 перцы базилик и огурцы огурцы посеяны пока всходов не видно но прошло не так много времени поэтому вроде бы вся рассада прижилась посмотрим будем посмотреть ну и припрятала я свои две клумбы с бархатцами в том году я вам показывал волшебное преобразование замерзших аккуратно дочь бархатцы замерзших цветов в незамерзшие в этом году я решила не повторять свой печальный опыт и просто когда объявили заморозки бархатцы быстренько перекочевали у меня в парник очень люблю эти неприхотливые цветы я надеюсь что через две недели они уже появятся на своем месте но уже будут у меня сидеть кабачки с тыквами взойдет морковка со свеклой я вам покажу так начали снимать 15 мая в конце мая покажу что у нас произошло итак друзья сегодня 24 мая мы продолжаем съемки хочу показать как меняется сад прошло полторы недели вот там видно оранжевая айва японская цветет который мне еще предстоит выстригать стрижка кустов это конечно отдельная история мы сейчас дойдем до спире я покажу во что она превратила мои руки у меня есть такой пиончик который вот он один экземпляр это ранний пион не тетя его откопала и он не размножается то есть вот он как был одна штучка так и есть в отличие от остальных от пионов он не наращивает массу друзья кто знает как называются вот эти чудесные цветочки скажите мне потому что но они на самом деле прекрасны но пойдем пройдем покажем там у нас есть дорожка с люпинами моими любимыми и у меня вот целая клумба таких цветочков и они расползаются по всей территории сада не абсолютно прекрасно под ними не растут даже сорняки то есть у них забивают настолько что но не видите вот так вот расползаются вот самосевом фактически я не знаю каким образом они это делают но они у меня заполонили весь сад крайне неприхотливые симпатичные цветут пару недель и после этого такие зеленые хорошенькие листики само собой уже летники отцвели час аквилегия набрала бутончики смотрю крапива пышет у меня тут пульным цветом бархатцы свои достала из парника смотрю что их на час будет полить что у меня здесь происходит татьяна из звонтеевки приезжала ко мне на мастер-класс привезла мне своих георгинчиков я тут частично высадила в клумбу пионы ой господи пионы тюльпаны видите бывают такие низкорослые сорта очень хорошенькими они очень рад сейчас они уже отцветают а до этого они были таки персиково-розовые обычные пионы вымахали уже еще недельки полторы они распустятся отцветают мои прекрасные тюльпаны вот такие у меня зацвели тюльпанчики очень необычные мне нравится форма как у колокольчиков они утром раскрываются такие вот фиолетовые колокольчики тоже низкорослые кстати еще какой-то расцветает до георгин я еще вот тут от воевала от воевала уснуть и кусок клумбы так чтобы понимали объем прополки здесь около 40 метров это то почему вообще сад для меня больная тема вот эту спирею я на днях стригла вот я смотрю что я ее не достригла до конца потому что ты влезаешь внутрь тебе все это вроде бы ты все выстрел но потом ты подходишь на следующий день и видишь что есть какие-то сухие еще ветки но потом достригу руки выглядят вот так это уже после специальных мазей и как будто я побывала в когтях у тигра пойдемте посмотрим что на огороде от ванчики прекрасно от василечки у меня собираются зацветать садовые тоже очень люблю всякие лет не такие летние полевые это смыть это маме очень понравилась травка теперь мы с этой снытью боремся готова наконец моя грядка мой замечательный муж ковырялся с ней целый день здесь я посеяла буквально пару дней назад морковку и редиску и высадила остатки клубники которыми там валялась бедолага моя две недели том вчера все плела но воспряла тома мне конечно помогает очень трескается то что это чернозем это все нормально когда вы мне пишите как вы любите выращивать растения из там семечек еще из чего-то из маленьких каких-то малышей то мне это не откликается но я вот тут поняла почему потому что мне очень откликается дочь ты не в ту сторону пошла иди ко мне вернись но ты с моей стороны мы по кругу обойдем я поняла что вот эта страсть к выращиванию семечек и наблюдению как это все произрастает я удовлетворяю за счет своего огорода вот огород я обожаю смете прошло полторы недели уже вот здесь у меня тут еще и репа помимо редиски редиска репа горчица что тут у меня еще прекрасный у меня тут кучками салат салат я выдергиваю с корнем и прорежаю его тем самым здесь мне какой-то салат зашел здесь не очень нравится наблюдать за этим процессом именно на огороде вот уже видно что горох прошлый раз там был один побег я пока еще ничего не полола потому что жду пока подрастут сорняки их проще будет выдергивать горох уже видно и взошла вот это вот эти волосики это моя морковочка будущее сажаем сорт нанская очень она мне нравится немножечко прибита после полива и свекла вот свекла меня прям радует не могу очень люблю свеклу там еще что-то у меня ничего не за там ничего не взойдет потому что там оставляла место наверное под клубнику а в итоге забыла про это и высадил еще там но склероз это классная болезнь наш каждый не узнает что-то новое про себя и про окружающий мир муж мне говорит сорняков нету да я говорю ну как тебе сказать сорняки есть единственное у меня не взошли огурцы меня это немножко печалит то что я вот сажала здесь 10 огурцов да будем есть только помидор 10 огурцов пока ни один не зашел но если не зайдет через неделю куплю рассаду посажу рассаду перцы зацветают помидоры зацветают смотри лишь уже будущие перчики наши будущие помидорчики вообще они разные вот тот помидор который у меня такой коротенький у него высох стебель я его прикопала для тех кто занимается огородом знают что здесь такие зачатки корни у помидоров есть их в принципе вот здесь не вижу я но там точно были потому что я прикопала фактически вот смотрите да покажу вот отсох у него стебель вот прямо от основания то есть был содран отсох я прикопала видите уже пошли корешочки и помидор отжил немножко грязный нет он не отжил свое я дала ему вторую жизнь так что вот так выглядит мой парник не весь базилик вышел ну ладно сколько выживет столько столько хватит я не снимала агроспан решила что у меня все замерзла окончательно мужу говорю купи мне заново всю рассаду мне купил заново всю рассаду я сняла агроспан и выяснила что вот раз тыква два тыква решили все таки что они хотят жить и тут тут парочка кабачков у меня тоже не до конца вот один вот тут малюсенький остался и вот этот ну то есть два два кабачка все-таки выжили несмотря ни на что вот так выглядит мой прекрасный огород 24 мая прям душа поет сердце радуется люблю смотреть как это все всходит тому задумчиво улыбается обожает поливать я знаю она просто очень стесняется мне об этом сказать все время когда я прошу полить она всегда идет помогает помощница мамина ну что посмотрим через неделю что у нас будет какие будут изменения и так друзья меня в кадре не будет я болею и не очень хорошо выгляжу но сегодня 4 июня и мне хочется доснять что произошло за две недели хотел 1 числа но не сложилось такие расцвели у меня ирисы бородатые в том году они не цвели я прям уже переживала что они погибли но нет за две недели вы видите как вымахали пионы вот они уже требуют поддержки потому что не выдерживают у нас успели отцвести ландыши и сейчас стали прозрачные потом на них появятся белые ягодки ирисы вот прям набирают бутоны этот красавчик расцвел прям красота я считаю неземная ты переживал что не в том году совсем не цвели начинают распускаться пионы сейчас тут громыхает громыхает что сейчас мы будем бежать с томой васильки очень люблю ромашки васильки этого у меня достаточном количестве в огороде растет у меня уже цветет калина по моему это калина да если я не ошибаюсь ну что досеяла я грядку у нас он был проливной дождь огурцы мои в парнике не зашли я купил рассаду посадил рассаду на редиска какая-то там вылезла счет я подсеивала уже не а морковку да подсеивала морковку клубничка вся цветет вся грязная после дождя тут я пыталась пыталась вспомнить что я тут сажал не знаю что-то выросла не знаю вот это точно редиской сегодня у меня будет на ужин салат из редиски однозначно и диска хорошая горчицу уже буду выдергивать тоже потому что потом она перерастает становится невкусная кто не пробовал очень рекомендую листовая горчица вкусная ну и салат у меня уже есть буду тоже его прорежать чтобы он самый крупный выдерки в остальные оставляют дорастать лук цветет вовсю мне сейчас временно запретили есть лук и поэтому его никто не срезает до клубничка у нас вся расцвела все такое грязное даже стыдно показывать но сегодня просто был проливной дождь и фигачила так я думал вообще все побьет морковка моя выросла я переживал что и не будет север конечно все через одно место но тоже буду прорежать у меня тут и свеколка и что-то тут короче прям пока мы собирались со съемками все все пропало не было дождей было очень жарко и такой ливень прошел что все мне испачкал сейчас дочь дойдет да покажем давай мяту вот да пока том идёт на компост по поводу мяты мы друзьям привозили голландский микс пряных трав несколько лет назад них дом в тверской области и все что мы привезли все у них выжила прекрасно и вот они нам откопали мяты там три вида три сорта мы привезли она даже прижилась он прям вообще без проблем ну и вот домой парник который как-то у меня все пока поливалась все оголились все корни перцы не очень хорошо себя чувствует надо приходить все это подкапывать либо у них просто вылезли корни очень пойму меня такого не было никогда вроде сажал глубоко уже помидоры некоторые надо я смотрю подвязывать ну вот вопрос когда всем этим заниматься это самый большой вопрос что всего у меня много а времени не очень растет и валится на глазах короче сейчас поправлюсь пойду заниматься посынкованием и подвязкой помидоров потому что выглядит это уже так себе ну вот так за две недели преображается огород чем собственно мне нравится огород и не нравится всякое черенкование размножение комнатных растений тем что огород это быстро вкусно и полезно вот ну будем еще пару роликов наверное снимем пишите в комментариях есть смысл снимать или нет в принципе я вам показала как как я занимаюсь огородом спустя рукава у меня все растет каждый год качественный урожай и я всем довольна спасибо всем кто досмотрел это видео до конца и надеюсь до новых встреч